здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о прекрасном о творчестве отвлечемся от каких-то суровых будней наших до жизненных тем не менее наверное в этом разговоре они тоже будут каким-то образом проскакивать потому что в гостях у нас сегодня александр гаджиев бард но если помните это автор и текста и автор музыки ну и человек который занимается и прозы и очень многими вопросами очень творческая личность как говорят таких случаях и все это происходит не только в люберцах да александр здравствуйте здравствуйте конечно это происходит и в москве и в московской области и будь я чуть помобильнее этого происходящее на больших просторах нашей родины и за пределами ну далеко не езжу не хватает барда бардом ты давно себя называете с какого примерно возраста когда гитара при вы смотрите гитару взял в руки после армии будучи студентом то и так вот ставил вот так вот пальцы ставил на эти три аккорда мои многие это про моими учителями были мои сокурсники в общаге ну вот и потихоньку понимаете многие это играли многие ставили пальцы многие эти аккорды барреи все прочее а вы все-таки не просто превратились в автора исполнителя в барда кай почему душа ну потому что как это кстати говорят про учителей что если человек перестает учиться он перестает быть учителем ну вот я не перестаю учиться до сих пор и уже буквально через несколько месяцев моих ковыряния пальцами я уже начал изобретать свою музыку меня заметил один товарищ который учился в московской школе авторской песни александра и встигнеева и горит тебе прямо дорога туда я вижу у тебя есть и я туда попал и там учился а потом уже учился у всех кто вот попадался мне под руки те кто лучше меня играет те кто лучше пишет так хорошо но вот когда начинали вот еще как поиск да вы пели наверное же не свои конечно ну конечно кого начала ой то что у нас вот в общаге пелось это разумбаум там высоцкий тальков кино вот что подходила горяченькая как раз симбиоз такой-то времени что это и пели а свое то когда пришло а свое она прямо через несколько месяцев пришло понимаете это же 90-е года а 90-е годы это когда у нас везде радио телевидение кассеты все что у нас прям вот планка упала но ниже некуда но для нас это была среда в которой мы жили я это все послушал послушал что играю в общаге послушал что играю там и понял что все играют все на одних аккордах я думаю не но я так не могу и я начал изобретать дальше и буквально там за пару недель я приду я я думал что я изобрет сделал открытие в музыке я придумал такие красивые аккорды я на них придумал песню и в общем гордился этой музыкой и только через несколько лет я узнал что я придумал джазовые, блюзовые аккорды, которые, конечно, существовали. Но, тем не менее, вы же сами их для себя-то, вы их сами придумали. Ну, я предлагаю, потому что, когда человек сидит с гитарой и долго не поёт, это неправильно. Давайте мы, как говорят сейчас, обозначим, что бы вы сейчас могли бы нам исполнить, чтобы мы увидели, какие вы теперь аккорды берёте. Я уже прошёл этап усложнения, теперь всё упрощаю и упрощаю себя. И вот чем отличается психология автора от психологии исполнителя? Исполнитель может десятками лет петь одну песню, и ему хорошо, и зрителям хорошо. Автор так не может. Автор всё время хочет петь новое. Вот я, когда пишу новое, я даже забываю, что у меня там ещё есть. Ну, как же хиты-то? Должны быть хиты, которые поются всегда. И вот когда меня зрители застают за тем, что я вот написал новую песню, они требуют хит, я спотыкаюсь, ошибаюсь, я его забыл совсем. И они мне из зала подсказываются. То есть я понимаю, что сейчас будет новое. Да, и мне хочется... Вот горит у меня новая песня. Давайте. Называется «Колокольчики», а стихотворение «Элеонор и Леончик» из Ростова-на-Дону. Помнишь, здесь была война, Майем кончена, называют имена колокольчики. Ты не слышишь, не дано, ушки в плеере. Кто недавно, кто давно, все мы пленные. Но они звенят, собрав голос в горсточки. Ведь под ними те, кто прав, припогостились. Ведь причина есть на то очень веская. Колокольцы знают кто. Неизвестные. Грунт под ними грубоват, Дождь не реками, Полушепот не набат, Плачь не реквием, Им бы голос посильней. Да не поздно ли колоколить из корней Неопознанных. Сколько лет ушло в туман, Да нисколечко не стареют имена В колокольчиках. Если смолкнут невзначай, И два пути к тому, Значит, не по ком кричать или не кому. Сколько лет ушло в туман, Да нисколечко не стареют имена В колокольчиках, если смолкнут невзначай Два пути к тому, значит, не по ком кричат Или не кому. Это фактически премьера сегодня, можете сказать, в какой-то степени. Ну, почти. Я смотрю, что это не просто, как вы говорите, автор исполнит, целый такой моноспектакль у вас представлен. И я вижу, ну, мое такое восприятие, я первый раз эту песню слышал. То есть не только вы. А что раньше-то все-таки? Ну, понятно, вот стихотворение должно же выстрелить, вы должны увидеть этот текст, а потом музыка. Или сначала музыка, а потом вдруг стихотворение подворачивается. Нет, я знаю, у меня есть друзья, которые сочиняют музыку, а потом под нее слова. Это неправильно. Да нет, здесь нет правил. Правил нет, да? Просто у меня так, я вижу текст, и я вижу его музыку, я вижу эту вот внутреннюю основу, вот этот вот невербальный посыл, я вижу, что как это можно сделать. И иногда бывает, что даже я слышу песню готовую, и я понимаю, что, а я бы эти стихи прочитал музыкально иначе совершенно. И вот когда пишешь свой текст, неважно, одновременно с музыкой или потом музыку, то часто бывает так, что ты не очень стараешься в музыке, потому что, ну, ты же уже стихи написал, ты уже молодец, да? Ну, чего еще? Ну, там, чуть-чуть музычку. А вот когда ты берешь чужой, тут прямо вот ты понимаешь, что ты еще ничего не сделал. И все, что ты можешь сделать, это вложить всего себя в эту музыку. Поэтому отсюда и драматургия, и... Как есть фраза, я должен слышать музыку стихов, да? То есть стихи... Да, вот именно. Я считаю, я слышу. Мало того, ведь до сих пор идет спор, сейчас как бы потихонечку возвращается, ну, не волна, но, по крайней мере, желание людей знакомиться с поэзией, скажем так, в чистом виде. Когда стихи читаются в тишине, то есть когда стихи отделяются от музыки, да, выходит человек на сцену, читает стихи, и делает это ничуть не хуже. Даже песни, известные стихотворения, можно текст, да, прочесть по-другому. Буквально, буквально вот сейчас вот я пишу один текст, где там я размышляю о музыке, о том, почему в авторской песне часто такие, с точки зрения музыки, слабые аккомпанементы, да? И вот там у меня такая родилась фраза, что в поэзии музыка – это особенная размерность тишины. Ну, может быть, да. Хотя тишина, она же тоже сифонит, тоже звук. Тишина имеет свои звуки. Если так пофилософствовать, ничего нет даже стопроцентного. В тишине тоже каждый может свой звук услышать. Но, кстати, о тишине. Вы сейчас вспомнили то время, когда Высоцкий, Розенбаум, да, я играл, когда-то. Вот. А я в армии заставили, меня научили играть на гитаре. Но смысл в чём? Это всегда были исполнители, которых попадали, ну, как такая, немножко запрещенка была, да? То есть, ну, Высоцкий – одна история, Забавчий – другая. А Цой вроде как уже, ну, мало ему удалось пожить уже вот в таком разрешённом, скажем, состоянии. Вот как Вы считаете, это тогда был феномен такой? То есть, если тебя немножечко прессует, то ты практически гений или как? Если тебя немножечко прессуют, неважно в какой сфере – в политической, в духовной, в физической – ты крепчаешь, и ты немножко гений становишься, да? Вот все духовные практики монахов, аскетов, они в том, что их кто-то прессовал, или они сами себя прессовали. Благодаря этому у них развивались способности понимания, видения мира. Спортсмены, которые изнемогают на тренировках, да, это же вот оно же. То есть преодоление. Да, да. Должно быть преодоление. Вот на этом замечательном слове мы завершаем первую часть нашего разговора с Александром Гаджиевым, Бардом, автором, исполнителем. Причём, я так понимаю, Вы поёте и свои стихи, и стихи других поэтов. Но через некоторое время продолжим, и, конечно, будет ещё песня. Напомню, что эта программа «Открытый диалог» у нас в гостях Бард, Александр Гаджиев, автор текста, в музыке, человек, который много работает в Люберцах. Мы сейчас об этом поговорим, и не только, как я говорил, в Люберцах. Но я всё-таки хотел, опять же, к слову «Бард» привязаться. Помнится мне, что Владимир Высоцкий очень любил это слово. Что Вы вкладываете в это слово «Бард» с точки зрения того, что почему не говорите, что я просто там автор, исполнитель, певец? Можно и так сказать. Собственно... Бард просто короче, удобнее. Ну, может быть, да. Или это оттуда, из 60-х вообще ещё годов идёт. У нас все слова же откуда-то оттуда идут. Очень много слов. Автор, исполнитель, Бард. Я не знаю. Да всё, собственно говоря. Автор. Да. Ну, вы на сегодня... Самодеятельный автор. Самодеятельный, да. Самодеятельная песня. Городской романс. Это ещё раз по-разному. Почему сегодня эта песня не пользуется такой вот, скажем, сверх... сногсшибательный популярный? Ну, да, Розумбаум ещё в какой-то степени. И то он менял, уходил в разные направления, такие уже практически концертные, ну, совсем, да, или наоборот, куда-то пытался глубже копать. Ну... Почему сегодня это не так популярно? Ну... Вы сами сказали, что вот этот период немножко запрещёнки, да, и... Это действительно был глоток свежего воздуха, да, когда нельзя-нельзя-нельзя, тебя построили, тебе сказали, петь так, вот петь про это, и всё, вот это, вот это нельзя. и вдруг находятся люди, которые говорят себе, а вот я могу, и на него смотрели, как на героя, что он может, и он может не просто петь, а он же ещё, он же сам сочиняет эти тексты, в которых он показывает, что он мыслит, он мыслит, а это смелость так мыслить. Хорошо, тогда... А сегодня, когда всё можно, ты мыслишь, может быть, ещё более смело, а тебе говорят, ну и что, вот я пойду в магазин, в супермаркет пойду. Но тянет, может быть, во что-то другое, во что-то более лирическое. Да, и поэтому, конечно, и в нашей сфере авторской песни всё очень течёт, меняется очень быстро, идёт смешивание жанров, и сегодня не смелостью берём города, да, а за счёт какого-то особенного эстетизма, глубины поэзии, с сочетанием глубины поэзии с какой-то интересной, неожиданной музыкальностью, или, как считается, одна из характеристик авторской песни, это интонация. Это какая-то особенная, доверительная интонация, вот, которой, которой не могут в силу специфики эстрадные исполнители... Ну, понятно. А о чём всё-таки песни? Я... какие темы вы затрагиваете? Вот всё, что впечатляет. Главное, что впечатлило. То есть нету такого вот... Нет, у меня... Вот я готовлю, потихонечку, надеюсь, что сделаю целую программу свою авторскую на тему родины. Вроде бы банально. Ну, родины, и кажется нам, что мы понимаем, о чём будет. На самом деле, такая многогранная... Палитра. Палитра, куда можно посмотреть, о чём можно подумать, о чём можно сказать. Ну, давайте, мы дождёмся программы этой. А что мы сейчас споём с вами? Давайте ещё. А давайте вот что-то а-ля вот эту тему. Давайте. Ну, как бы так очень издалека, да? Давайте, как скажите. Потому что... Это из новых или из старых? Ну, это порядка год-два назад. А, ну, молодая песня. Да, для меня уже старая. Давайте. Ну, вот, например, это тоже можно, кто-то подумает, что про далёкую родину, да? На далёком космодроме. На далёком космодроме просыпаются медузы им давно. Пора резвиться, обгоняя свет галактик. И летят они маршрутом, что известен только рыба из созвездия кентавра. Но никто тех рыб не видел. У медузы всё прозрачно, и душа, и кончик мысли от того. Она безвинна и таинственно беспечна, от того неуязвима и немыслима прекрасна. Но никто что медуз не видел. Только слухи, только слухи. Молока козы напившись, я путём шагаю млечным рукавами. Ориона, вытирая пот и слёзы, и они во тьме мерцают, словно маленькие звёзды. А в душе такая радость, будто я есть медуза. неожиданная песня, такая прям сказочная. Вот, да. Сказка. И сразу так и не определишь, да? И сказка, и серьёзно, и шуточная. Это ваш текст? Да, да. Ваш текст. Это совершенно тексты тоже. Иногда я люблю рассказывать, как появляются тексты. Вот прямо совпало, что одновременно, там, я не помню, что раньше произошло, товарищ выложил полный космический адрес нашей планеты, там очень много степеней куда-то уходит. Да, 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 есть такое. Вот. И я в эти же дни увидел нечто, что я посчитал, что это НЛО. Да. Поверили? Или посчитали? Это важно. Я прикидывал, а что это может быть, когда вот такая вот точка в небе... Да? Хочется, чтобы ты НЛО. Когда звёзд нет, да, а точка в небе яркая, висит, как самая яркая звезда, а ещё рано, звёздная. Она висит неподвижно, ну так, судя по всему, какой-то объект. 10-20 километров, 30, непонятно. Я на неё смотрю, смотрю, смотрю. Что за точка? И вдруг она делает так. Без без разгона, меньшим за секунду. Это нам, где вы видели? Это я стоял в Раменском на платформе, я ем мороженое, стою, жду электричку. Она так... Я так не понял. И так типа в шутку говорю, ещё раз повторить. Через 3 секунды она как бы ниоткуда так раз и в том же месте возникла. И я уже смотрю так. У меня электричка, я смотрю, я мороженое и смотрю. И уже мысленно, типа мы общаемся. Я там говорю, что, кто такой, кто такие? Она висела, висела, минуты две висела. И опять точно так же. Ну, я прикидывал скорость несколько десятков километров в секунду с места. Ну как? У нас таких нет объектов. Ну да. Ну, наверное, так и должно быть, чтобы у автора-исполнителя, у Барда была возможность, даже если этого и не было, домыслить, додумать, доделать, если хотите. Потому что, наверное, всё-таки то, что нужно слушателю, зрителю, наверное, ему иногда хочется какой-то неясности, с помощью которой он потом идёт дальше. Потому что, когда всё понятно и ясно, это неинтересно. Слушайте, я думал спеть другую песню, но вы меня сейчас в сторону неясности, и тогда я отменяю, которую хотел. Ну, почему отменяю? Давайте мы на финал споём ту, которую вы хотите. Давайте сделаем так. Я попрощаюсь, да, вот, и вы споёте финальную песню. Напомню, что у нас сегодня в студии Александр Гаджиев, Барт, автор текста музыки. Времени не так уж много, но мне кажется, что в песнях с помощью пессенджера обычно рассказывается с помощью музыки. Спасибо вам большое за то, что теплится огонёк вот этого очень нашего персонального жанра. С вами был Николай Пемненко в программе «Открытый диалог», а поёт для вас Александр Гаджиев. Итак, отвечая Николаю про неясности. Ничего не понять нам в чужой голове, даже если бы было своих целых две, даже если бы сотня умнейших голов нам шпаргалки писала из тысячи слов. И прочти мы всю уйму научных статей, и тогда б ничего мы не поняли в ней. Вот идёт человек на плечах голова, в ней планета и двор, где трава и дрова, миллионы вещей, а вокруг зеркала, но его непрозрачны слова и дела, и в избытке уставов своих и царей, в лабиринтах неведомых монастырей. Ты себя, человек, не поймёшь иногда, кто ты есть в этой жизни, и как же тогда разобраться в бесчисленных авторских снах, что творятся незримо в чужих головах и советы свои раздаёшь ты кому? Ничего я в твоей голове не пойму. Ничего не пойму в голове я своей, что откуда и как появляется в ней, будто фокус, в котором вдруг из темноты возникаем загадочные. Я и ты изумлённый своей пустоты не тая пред тобой и собой буду молча стоять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok